Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и я должен вам что-то рассказать, что-то, что очень ужасно, особенно в то время для меня, я был ещё ребёнком, в 2013, когда GTA вышла на PlayStation, я был уверен, что у меня получится сыграть в неё на моём компьютере, я искал всего пару часов и нашёл, сайт был создан неделю назад, я подумал, что кто-то просто слил игру раньше времени, ведь такое бывает, и нажал на кнопку скачать, игра качалась чуть меньше суток, Но когда она скачалась, результат меня удивил, на рабочем столе появилась иконка игры, она была обычная, римская пятёрка и обычное название GTA 5, но компьютер запросил перезагрузку, чтобы игра полностью запустилась, и я перезагрузил, но лучше бы я этого не делал, после перезагрузки на экране была лишь GTA 5, фон был в помехах, и было трудно на него смотреть, это очень резало глаза, значок GTA был окровавленный, Уже только значка меня кидала в холодный пот, название было страшное, рыб GTA 5, покойся с миром GTA 5, и самое страшное, что я сделал, это то, что я её запустил, и тот меня как будто отделил от мира, я был как будто в той самой игре Супримбанда, как так? Ты всё ещё не играешь в красаут? А вдруг завтра произойдёт апокалипсис, а ты не будешь знать, из чего тебе собрать монстр-тачку, чтобы сражаться за еду? Всё это есть в красаут! Кругом пустошь, тебе нужно создать свою уникальную тачку, чтобы сражаться и побеждать, собери тачку из кучи пулемётов и отстреливай врагов, дробовики, ракету-мёты, косничные траки, гарпун, которым ты можешь подцепить противника и тянуть его до того времени, пока не уничтожишь, ты можешь даже стать невидимым, это даст тебе огромное преимущество в бою, создавай банду со своими друзьями и кошмарь остатки человечества, или же нападай на супер-огромных боссов и побеждай! Бро, ищи ресурсы, чтобы улучшать свою тачку, или же чтобы создать что-то новое, чего ещё даже мир не видал! А если у тебя осталось что-то ненужное или мистическое, то ты можешь это сплавить другим игрокам на рынке, пусть я не узнаю, что такое настоящая мистика! И бро, игра бесплатная, качай по моей ссылке в описании и получай крутые нестяки, а там, глядя, может быть даже скачаешь сереб-версию, кто знает, поэтому ссылка на красот в описании, качай! Игра запустилась со слов, эта часть создана на реальных событиях, я не поверил, и просто пропустил это, и сразу же началась игра, качество было потрёпанное, не такое, как обещали разработчики, но в то время я этого не понимал, я был как будто зомбирован, в ролике было показано, как едет машина, и у неё пробилось колесо, и игра мне предоставила выбор, либо ехать дальше, либо остановиться, Я выбрал остановиться, машина остановилась, а водитель стал смотреть на колесо, вдруг из ниоткуда появилась ещё одна машина, там ехал какой-то левый чел, и он остановился, и у меня снова был выбор, помочь или же уехать дальше, я был мал и выбирал всё хорошее, я выбрал помочь, этот незнакомец вышел из машины и застрелил водителя, я не понял, что произошло, и я всего-то выбрал помочь, но он его застрелил, я был неиспорченным ребёнком, Но в этот момент моя психика начала ломаться, но самое страшное то, что это было лишь только начало, дальше в игре было показано, как этот маньяк закапывает труп водителя, он был ещё жив, но как оказалось, это не первый его труп, на поляне было ещё много могил, дальше под весёлую музыку было показано, как он едет домой, дома этот маньяк смотрел какие-то странные шоу, звук из телевизора был необычный, иногда нормальный, но порой просто выносил мозги Я не знаю, как я тогда просто не выкинул наушник и не убежал, что-то меня держало, но самый страх начался после того, как было показано, что телевизор не подключен к розетку, он работал мистическим образом, после были помехи, которые длились очень долго, где-то минут 20 И после них было показано, как маньяк куда-то едет, было показано какую-то девушку, на тот момент я ещё не знал, кто это, она была одна дома, но тут игра дала мне выбор, убить или же оставить в живых Естественно, я выбрал не убивать, и случился переход на то, как маньяк уезжает, я был рад, ведь игра меня послушалась, и он делал то, что я ему сказал Но потом было показано, как он её мёртвый тащит к себе в дом, было показано, как он её убивает Эти кадры, они ужасны, они всё ещё в моей голове, я никак не могу их забыть Представьте, как было тогда моей неиспорченной психике, маньяк очень жёстко с ней расправился Он вынес её остатки в пакете, и повёз на ту ужасную поляну За этим всем наблюдал какой-то старый дед, и его старый живая собака Она побежала за машиной, и увидела всё то, что было там Она начала очень сильно лаять, и тем самым призвала хозяина Вдруг скачу в кадрах, было показано, как маньяк отмывается от крови в речке После чего было показано, как у колотей могил была полиция И были выкопаны те трупы Было показано, как полицейский допрашивал старого деда И дед ему рассказывает На фоне была громкая музыка, и ничего не было слышно Начались помехи, через них уже было мало что видно Но было показано, как полицейский расспрашивал местных селянин О том, кто это мог сделать Под вечер было показано, как полицейский приехал к дому того маньяка Он вышел из машины и шёл к дому Было показано, что маньяк снова сидит дома и смотрит свой телевизор На этот раз на телевизоре были ужасные крики От этих крика у меня ужасно начала болеть голова Маньяк смотрел свои же видео Как он убывает своих жертв Он снимал это на камеру А вечерами пересматривал и пересматривал эти видео В этот момент полицейский заметил огромную, огромную ложу крови Он ходил по всему двору и рассматривал Но видел он лишь только пятна человеческой крови Он ещё и не подозревал, что его ждёт то же самое Он начал светить дом своим фонарём В окне он увидел, что маньяк сидит и смотрит телевизор На что он смотрит полицейский не видел Он вернулся в машину и позвал наряд полиции в надежде, что это ему поможет Но как же он ошибался После чего он взломал дверь в дом и медленно зашёл Но маньяка уже не было на диване Он прятался в каком-то шкафу и вдруг прозвучал быстро После чего было показано, как едет в машине И его никто не нашёл На этом игра кончилась На экране была надпись, создана на реальных событиях В этот момент мой компьютер вырубился А я просто упал и потерял сознание Очнулся я уже в больнице И я помнил всё Но никому об этом не рассказывал И я начал искать, что произошло О чём была эта игра И я узнал, что за день до релиза игры был найден жёсткий маньяк И вся его история была полностью похожа на то, что было в этой игре И в конце была ужасная надпись Что маньяк сбежал И что он всё ещё где-то на воле После этой игры мне постоянно кажется, что за мной кто-то следит И кто знает Может этот маньяк всё ещё спустя 5 лет за мной следит На этом всё, бро С вами был Сергий Онис Поставь лайк, бро Ведь тебе-то всего-то каких-то 2 секунды А мне очень приятно И бро Если мы на это видео наберём 5000 лайков То я найду ещё такие видео Или же они сами меня найдут Кто знает И бро, также переходи на мой инстаграм Ссылка в описании Мне осталось специально для тебя Там выходят очень страшные фотографии Поэтому, если ты не боишься То подписывайся И также пиши мне в директ И я отвечу именно тебе Поверь, бро Из всех тысячи человек я отвечу именно тебе Потому что я отвечаю всем своим, бро Только в инстаграме Поэтому подписывайся на мой инстаграм И также, бро, подписывайся на мой канал Чтобы вступить в мою супрем-банду Ведь придёт дремль и супрем-банда будет над всеми Кто не с нами, тот под нами Поэтому, бро, решать тебе Либо подписываться на мой канал Чтобы быть такой крутой банде Либо быть под нами Под всей супрем-бандой А наша банда растёт с каждым днём И также, бро, рассказывай своим друзьям об этом видео Чтобы они подписались на мой канал И вступили в нашу банду И были же такими крутыми, как и ты Оставайся таким же шикарным, бро Пока Субтитры сделал DimaTorzok